Он там копает бульдизер, закопается туда и плакать не будет. Они уже не надеются на лучшее. Муслюмовцы доведены до отчаяния. Вместо субсидий и нового жилья областное руководство раздает циничные рекомендации. Не подтесов сам сказал, что не надо было столько рожать. Вообще дают рекомендации, чтобы наши замуж не выходили, не женились на своих, потому что могут уроды уже, как у детей наших поколений быть. Вообще рекомендуют не рожать. В новый поселок из зараженной деревни многие еще не переехали. Фактически более 50 семей до сих пор живут в Старом Муслюмово. Условия у них и без того не сахар, а на днях областные чиновники исполнили свою недавнюю угрозу. Но очень долго люди все-таки собирались. Вот три года их уговаривали, что вы примите решение. То есть до конца года там будут в Старом Муслюмово снесены все здания, обеспеченные всеми коммуникациями здания детского садика, школы, чтобы последний стимул держаться за Старом Муслюмово у людей был потерян. Мы остаемся без света, без ничего, без тепла. Что нам, вымирать? Ну давайте мы будем умирать. Лучше тогда побросимся под поезд, бросимся, вон и закроем вот эту дорогу. Она все равно трасса. Может тогда нас кто-нибудь услышит, увидит и нам поможет. Питьевая вода из уличной колонки целлофан на окнах вместо стекол. Муслюмово словно пережило бомбежку. А между тем в этих аварийных бараках живут молодые семьи, старики и инвалиды. Воду в эти квартиры дают три раза в день по расписанию. С электричеством та же самая ситуация. А канализации в домах вообще нету. Все фекалии стекают напрямую в подвал. По документам эти люди уже как полгода прописаны в комфортабельных коттеджах. На самом же деле их домов не существует. Есть только недостроенные фундаменты. А Косил хоть раз вот так вот к нам в сход приезжал хотя бы раз. Он хотя бы раз нам помог. Дети у нас больные. Ну один раз можно же нормально, наверное, нас отселить. Нас отселяют с какого года? С 50 какого? С 56-го года. Месяц назад разбираться с беспределом в Муслюмова приезжал представитель уполномоченного по правам человека. На него вылился целый поток народного недовольства, как и на правозащитника Севастьянова. Честно видно, что областные власти просто не справляются с ситуацией. Деревенские уже писали письма в Кремль. Сегодня в Москву полетит очередной месседж. На этот раз Анатолию Кучерени. Продолжение следует...